Здравствуйте! Это программа «Вовремя итоги». Разговор на главную тему дня сегодня, как и последние несколько недель, для многих это непогода. Какие вызовы она нанесла коммунальщикам и дорожникам, мы обсудим в нашей программе. У нас в гостях начальник госслужбы энергетики и ЖКХ Василий Иванович Власов и начальник госслужбы транспорта и дорожного хозяйства Владимир Григорьевич Трандасир. Здравствуйте! В этом году снега по всей республике выпало немало, плюс редкое погодное явление было обледенение, лед по большей части коснулся работы электриков, это и обрывы проводов и многое другое, снег добавил работы дорожникам. Вот какие неудобства непогоды причинило в системе энергоснабжения потребителей республики Василий Иванович? Как их решали, в какие сроки? Да, скажем так, что решали в самые сжатые сроки и радует одно, что сегодня практически ситуация стабильна полностью по всей республике, можно подвести некоторые итоги и обратить внимание на те недоработки, которые были у энергетиков. Если возвратиться к хронологии, значит, 20 января 2014 года в 12.30 головные диспетчерские службы наших энергетических предприятий получили штормовое предупреждение о том, что непосредственно усиление ветра в виде выпадания осадков с налипанием на проводах. И уже в 12.52 произошло первое отключение, это была отключена линия Молдавской Агресс ХБК, в результате чего были практически потушены все подстанции основные по городу Бендеры. У нас практически в первые сутки было обесточено более 80 тысяч жителей нашей республики. По результатам данной ситуации государственная служба, лично мной, на базе ГК Днестрэнерго было проведено оперативное совещание, где мы пригласили полностью всех руководителей теплоэнерго, единых распределительных сетей, губ водоснабжения и водоотведения для выработки и принятия решений по устранению данных ситуаций. По результатам проведенных совещаний, значит, было принято решение, учитывая тот факт, что обледенение у нас коснуло только южную зону, начиная с Григорополя, и основная часть пострадала, это у нас Лободзейский район, практически были мобилизованы все силы Дубоссарского участка, Каменского участка, Рыбневского участка, на помощь нашим энергетикам. И уже в 16, в 4 часа утра по городу Бендеры электроснабжение было полностью восстановлено. Мы лично с руководителем Днестрэнерго, с руководителем единых распределительных сетей выезжали в город Бендеры, объезжали полностью все подстанции, общались с персоналом, выявляли те все проблемные места, которые там есть, и в 4 часа утра был запущен Бендеры, и в 15.50 был запущен подстанция Бендеры-центр, где мы полностью обеспечили электроснабжением 100% весь город. Да, к сожалению, были проблемы по энергоснабжению, по резервным дизель-генераторам. Основной проблемой это был тот факт, что у нас Бендерская районная центральная больница осталась на определенное время без электроэнергии. По результатам данных мероприятий были даны соответствующие поручения нашим электрикам. Они полностью промониторили все дизель-генераторы, которые находятся на балансах медицинских учреждений, были назначены ответственные лица, были полностью проведены все регламентные работы, и все, скажем так, дизель-генераторы на медучреждениях были полностью готовы к работам. Что хотелось бы сказать и отметить работу наших электриков, учитывая, что потоки ветра достигали 25-30 метров в секунду, температура была в минус, обрывы в основном проводов происходили по высоковольтным линиям. Высоковольтные линии, это у нас 110, 35-330 кВт, проходят на отметке в 30 метров. Практически работники были переведены в круглосуточный режим работы для мобильного и оперативного устранения всех аварийных ситуаций. На 24 число января месяца практически все аварийные ситуации по восстановлению высоковольтных линий были выполнены. Все схемы были переключены на нормальный и был обеспечен полный резерв. И в основном уже коснулась работа непосредственно наших распределительных сетей, единых распределительных сетей, где тоже так же было все мобилизовано, были предприняты все меры, был обеспечен полный запас опор, кабелей, всех необходимых материалов для того, чтобы восстанавливать и прокладывать новые линии. Если взять Слободзейский район, в основном село Никольское, там у нас практически в первые сутки было повалено более 30 опор, где непосредственно силами энергоснабжающих предприятий были полностью восстановлены и проложены новые линии для того, чтобы обеспечить всех наших потребителей электроэнергии. Скажем так, что работали в аваральном режиме, понимая значимость и понимая то, что потребитель наш должен быть с электроэнергией. Те работы, если мы возьмем по техническим регламентам, которые должны выполняться в течение 5-7 дней, были выполнены в течение суток. И электроснабжением данные наши потребители были обеспечены. Последнее село по Слободзейскому району, которое мы обеспечили электроснабжение, это село Уютное. Но понимая значимость и понимая всю ответственность, руководитель Слободзейского участка лично взял на себя ответственность. Они обходили каждый живой дом в селе Уютном, предлагали ту или иную помощь для того, чтобы жители смогли конкретно пережить эту непогоду. — Ремонтные бригады вообще в это время работали... Ну, с начала обледенения до какого времени ремонтные бригады работали в авральном режиме? — Ремонтные бригады, начиная с 20-го числа, работали в круглосуточном режиме. До 24-го числа пока не восстановили полностью все высоковольтные линии. И с 24-го по 27-е число это работали непосредственно уже распределительные сети, практически в круглосуточном режиме, пока не возобновили полностью электроснабжение по всей республике. — Василий Леонидович, я вот вижу у Вас картинку, чтобы просто было понятно телезрителям, насколько было обледенение. Давайте вот мы что-то покажем на камеру. — Ну, обледенение у нас достигало до 70 мм непосредственно на высоковольтных... — А сам провод? — А сам провод в стандарте имеет 20 мм. Практически более чем в три раза была увеличена его площадь. — Грубо говоря, он настолько обрастал, что из этого и рвался, да? — Безусловно. Не просто обрастал и рвался. Мало того, что налить это образовывалось, плюс потоки ветра, есть такое техническое понятие, как пляска проводов. Амплитуда в результате данной пляски достигает от 4 до 6 метров. Чем самым вызывает колебания, вызывает соприкосновение данных проводов до минимального расстояния, срабатывание защит и отключение той или иной линии. У нас также были по... И террасполь 20 числа лихорадило отключало, но это были все вот эти вот моменты, которые были связаны с данной пляской проводов. Что хотелось бы отметить еще по работам наших энергоснабжающих предприятий. Значит, по результатам уже сегодня тех стихийных бествий и действий персонала сделаны выводы. На сегодняшний момент даны соответствующие поручения руководителям предприятий. Мы уже корректируем инвестиционные программы на 2014 год для того, чтобы обеспечить полностью надежность энергоснабжения республики. Мы прекрасно понимаем, что высоковольтные сети это основополагающие сети, которые должны иметь стопроцентный запас прочности. И задача государственной службы в будущем обеспечить выполнение тех регламентных работ и технически необходимых для того, чтобы обеспечить полностью стопроцентную надежность. А на пальцах как это, что это за работа? Скажем так, мы сегодня понимаем уже наши слабые участки, где на каких наших линиях были выявлены опрывы. Непосредственно сейчас в междопительный период, когда начнутся плановосстановительные работы, мы непосредственно детально еще раз обойдем обходами данные линии, выявим все проблемные участки и начнем полностью восстанавливать и проводить регламентные работы на этих участках. Для того, чтобы обеспечить надежность. Спасибо. Владимир Григорьевич, вопрос к вам. У дорожников работы по расчистке снега было больше всего, это понятно. Вот сколько спецтехники, людей занимались этим по всей республике и кроме того расслабляться сейчас наверняка рано, снег до сих пор на улицах. Да, ну расслабляться, конечно, действительно еще рано. На самом деле для дорожников мы оцениваем это как только середину периода, потому что по данным метеонаблюдений, скажем так, у нас еще и в марте возможны снегопады и низкие температуры, и даже в первой декаде апреля. То есть и такие случаи тоже у нас были даже в нашей ситуации. Поэтому сегодня дорожники не расслабляются. Вот тот перерыв, который сейчас получился, временной небольшой, идет восстановление техники, потому что техника работала практически две недели в круглосуточном режиме. Есть определенные, скажем таки, потери среди подвижного состава, необходимо провести определенные ремонты. И на самом деле техника готовится для того, чтобы в случае необходимости опять выйти на дорогу и производить расчистку. — Техника — это полдела. Множество людей ведь еще выходят убирать тротуары. И кроме того, чем посыпают? Только песком, песчано-солевой смесью? Или вроде говорили, были слухи, что уже и реагентами начали? — У нас традиционно подсыпают песчано-солевой смесью. То есть и оборудование у дорожников сегодня рассчитано на такую технологию. И это материалы, которые сегодня наиболее доступны и наиболее, скажем так, приемлемы при наших климатических условиях. Есть уже первые опыты, скажем так, были проведены буквально неделю назад в проливке солевым раствором. Но это такие опытные варианты. Возможно, еще в этом году мы их тоже опробуем. Есть определенные преимущества этого метода, есть определенные недостатки. То есть будет проведена еще оценка, и мы определимся, будем ли мы двигаться в этом направлении. А в целом, количество задействованной техники, я тут хотел бы отметить, что мы ежесуточно ведем учет техники, которая выезжает на дороге, причем не только на дороге государственной собственности, но также и на муниципалитетах, на дорогах муниципальной собственности. И ведем мы количество задействованных ресурсов в виде человеческого ресурса и в виде расходования материала, конкретно песчано-солевой смеси. Эту информацию мы размещаем на сайте государственной службы, и насколько мы наблюдаем, она пользуется определенным спросом. Всего за весь период было задействовано 174 единицы техники. По большей степени это техника дорожных организаций, но в том числе приходилось привлекать технику других организаций. Это в том числе организация подведомственной службе ЖКХ, а также техника наиболее крупных предприятий. Соответствующее соглашение о привлечении этой техники у нас было достигнуто еще в период подготовки к зимнему максимуму. Вы председали правительство. Совершенно верно. Если говорить об объемах израсходованной песчано-солевой смеси, то это на сегодняшний день, по данным на сегодняшний день, это более 7 тысяч кубов в целом по республике. Так, чтобы это было сравнение, то скажу, мы уже превысили объем, который был израсходован в прошлом году. Но при этом запасы у нас на сегодняшний день существуют. Большие? Да, достаточные запасы для того, чтобы, скажем так, отразить натиск тех объемов, как нас. Все, какие опреления за горами? Да. Хорошо. Я предлагаю ненадолго прерваться, освежить в памяти не только на словах, но и картинкой о том, как все это было. Попрошу режиссеров поставить один из сюжетов, подготовленный нашими корреспондентами. В январе в Приднестровье пришла зима. Погода, прежде напоминавшую осенью, сменилась резким похолоданием, осадками и затем обледенением. Отключение электричества, аварии на дорогах и беспокойство за будущий урожай. В Бендерах без света остались не только жилые дома, но и местный центр матери и ребенка. Сережа появился на свет рано утром. Причем это был свет свечей. Благодаря врачам я родила нормально. Они мне помогли при свечах, при фонарике. Страшно было от этого? Ну, немножко, да, потому что не знаешь первые роды, не знаешь, чего ожидать. Родили в 4.20, тоже в потемках. Но у нас в сейфах всегда есть наличие свечи, есть фонарик. Вот при таком оборудовании, в общем-то, мы и произошли роды. Когда родился Сережа, в Бендерах было уже второе отключение света. К проблемам на высоковольтной линии привело обледенение проводов. Ни света, ни тепла, ничего не было. Вот так вот всю ночь не спала, поставила маленькую лампочку, думаю, когда в среди ночи встан, потому что холодильник потек. Без света у нас отопление такое индивальное, котел. Тоже фактически боялись, что замерзнет система. Дольше всего без света оставались жители села Никольска Слободейского района. Налит здесь в несколько раз больше, чем, например, в Террасполе. Такие куски электрики снимали с упавших проводов. По тяжести льда 10 железобетонных опор буквально переломились пополам. В итоге недалеко от села оказалось оборвано почти полтора километра проводов. Привлекается весь персонал Слободейского района для восстановления. Практически всю ночь до утра люди в рабочем режиме. Еще в нескольких селах района было частично отключено электричество. Не работал и водопровод. У кого бассейны есть, воды набираем. Канализация забивается уже. Катаклизмы бывают раз в 10 лет, раз в 5 лет. Но, однако, есть. Лично я обошлась нормально. У меня камин есть, топила дровами, грелась. Так по хозяйству справляемся, а вот помыться и постирать уже пока нечем. В Террасполе проблемы с электроэнергией тоже были, но не столь масштабные. Больше хлопот доставил лед на дорогах. Он стал причиной нескольких автомобильных аварий. В Дубосарах гололед не был таким опасным. То есть там до 6 миллиметров образования гололеда, а по Террасполю 27 миллиметров. То есть это уже считается стихийное гидрометелологическое явление. Спустя несколько дней выпал снег, и ситуация только усложнилась. Настолько, что движение рейсовых автобусов на Украину и в Молдову пришлось приостановить. В направлении Одессы и Каушан просто невозможно было проехать. К тому времени замело рыбницу. Несмотря на то, что работала вся спецтехника, на местном автовокзале также были вынуждены отменить большинство автобусных рейсов. Наиболее напряженная ситуация создалась в Дубосарском районе. Дождь при минусовой температуре сменился обильным снегом. Снегоуборочная техника работала круглосуточно во всех городах и районах. Василий Иванович, мы говорили уже о проводах, но зима – это основной период, когда аварии в системе инженерной инфраструктуры происходят чаще всего на водопроводы, и теплотрасса ложится определенная нагрузка. Как Вы оцениваете, хорошо ли переживут подобные системы эту зиму? Ведь ни для кого не секрет, что все они очень сильно даже изношены. Основная цель и основная задача наших энергетических предприятий – это работа на максимально качественную услугу. По результатам данных работы, можно сказать следующее. 11 января, 1 января 2011 года, все наши энергоснабжающие предприятия непосредственно приступили к техническому обслуживанию, инженерной коммуникации, внутренних сетей пожилым домам. Что это дало? На сегодняшний день первое и основное преимущество, которое мы достигли, это мы вывели напрямую взаимоотношение потребитель-поставщик. Сегодня у нас теплоснабжающая организация обслуживает полностью до границы раздела, до приборов отоплений и до водоразборного крана по горячему водоснабжению. Водоснабжающая организация обслуживает непосредственно до контрольного вентиля. Максимально данные мероприятия обеспечили позволить 100% качественную услугу. Если вот привести пример по Рыбницкому участку, данные мероприятия позволили тепловикам обеспечить снижение подпитки сетевой воды, если она при нормативе составляет 25 кубов по городу Рыбница. Сегодня рыбничане достигли результата от 3 до 5 кубов. Тем самым мы снижаем потери, тем самым мы снижаем расход газа непосредственно на выработку 1 гигкалории. Что хотелось бы отметить по подготовке инженерных сетей, таких как магистральных, внутриквартальных, водопроводов. Понятно, что процент сегодня, если взять в среднем по республике, по сетям теплоснабжения, водоснабжения, учитывая, что вся инфраструктура нашей республики примерно строилась в одно и то же время. В советские времена, 60-70-е, поэтому процент составляет до 80%. Есть отдельные участки и более. Но учитывая то, что у наших энергетических предприятий непосредственно определен перечень регламентных работ, и каждый год мы им согласуем инвестиционные программы, которые направлены непосредственно на улучшение данных услуг, то сегодня можно констатировать тот факт, что в области теплоэнергетики на сегодняшний момент по северной зоне у нас не было ни одного порыва. По южной зоне непосредственно были некоторые порывы, в основном это по Террасполю и по Биндерам, и то эти порывы были связаны с отключением электрической энергии, в результате чего были остановлены сетевые насосы, в результате чего образовался гидроудар и соответствующие были порывы. В целом, если подвести итог по подготовке сегодня наших предприятий к отопительному сезону, можно сказать, что предприятия готовы, и сегодня вот тот минимум, и те погодные условия, которые непосредственно преподнесла нам погода, энергетики достойно выдержали. Ну и естественно, как и в любом деле, есть плюсы и есть минусы. И сегодня, вот если подвести итог начала отопительного сезона, вернуться немножко в историю, социальная сфера, это объекты Минздрава, объекты ОНО, школы, садики. По большому счету, сегодня вот по городу Террасполю, по городу Биндеры, Григорополь, были выявлены те вопросы, что в момент запуска, вот у нас запуск начался 3 октября, мы практически затягивали момент с запуском данных объектов. Поэтому сейчас государственной службой разрабатывается положение, где непосредственно будут вменены обязанности нашим энергоснабжающим предприятиям заключить возмездные договора на обслуживание аварийной всех объектов, Минздрава и социально значимых объектов. Что это позволит? Это позволит максимально в кратчайшие сроки запускать данные учреждения и максимально локализовать все аварийные ситуации, которые возникают на тех или иных объектах. Учитывая то, что персонал есть аварийный и в тепловых сетях, персонал есть аварийный непосредственно и на сетях ГУБ водоснабжения и водоотведения. Хорошо, спасибо вам огромное. Владимир Григорьевич, вопрос к вам. Главные проблемы для всех автомобилистов начинаются весной, дороги действительно начинают походить на минные поля, везде ямы. Когда приступят к их ремонту в этом году? В этом году приступим к ремонту непосредственно, как только погодные условия для этого будут приближены хотя бы к тем нормативным требованиям, которые должны быть. Я думаю, что благодаря тому, что осень у нас была затяжная и дорожники имели возможность максимально проводить работы по ремонту асфальтобетона, практически еще в декабре месяце у нас некоторые предприятия занимались ямочным ремонтом. То по весне у нас, так по крайней мере мы рассчитываем предварительно, что не будет дорожная сеть в таком состоянии, как была в прошлом году. То есть большую часть ямочного ремонта, где было необходимо, мы все-таки сумели восстановить. Сегодня уже ведется работа по заключению договоров на приобретение инертных материалов, битума. В ближайшее время будет работать международная комиссия по централизованному приобретению этих материалов, созданная по решению правительства. И как только температурные режимы будут нормативные, это плюс 5 градусов и выше, дорожники сразу будут готовы выйти и, как правило, начинать с ямочного ремонта. То есть до того периода, когда уже возможно будут производить работы более расширенного характера. Средний ремонт и более крупными площадями, которые превышают объемы ямочного ремонта. Сколько денег вообще всего нужно, чтобы починить все дороги в республике? И сколько есть? Начнем с того, сколько есть. В 2014 году единый дорожный фонд у нас планируется, что будет саккумулировано порядка 136 миллионов рублей. Есть определенная система распределения этих денежных средств. В основном распределение их идет, исходя из приведенной протяженности автомобильных дорог, которые находятся на территории того или иного муниципального образования. Кроме того, есть определенная градация между дорогами, которые находятся в государственной собственности, и уличной дорожной сети, которые находятся в муниципальной собственности. На сегодняшний день картина такая. Порядка 30% средств дорожного фонда расходуются на дороги государственной собственности республиканского значения, и 70% это то, что уходит муниципалитетам. В целом, мы провели инвентаризацию по всей республике, и сегодня можно уже, скажем так, авторитетно заявить, для того, чтобы наши дороги поддерживать в нормативном состоянии, в соответствии с теми нормативными требованиями, которые должны быть, нам нужно ежегодно порядка 500 миллионов рублей. При этом, как я уже сказал, на государственной дороге, дороге государственной собственности, выделяется даже менее 10% от этой суммы. Поэтому будем укладываться в то, что есть, и максимально эффективно расходовать те деньги, которые есть. Здесь я предлагаю еще раз ненадолго прерваться. Наши корреспонденты приготовили для нас еще один сюжет о состоянии дорог в республике. Давайте посмотрим. Не так давно состояние дорог республиканского и муниципального значения стало важной темой обсуждения в правительстве. Госслужба транспорта внесла несколько предложений, при которых государство может не только улучшить техническое состояние трасс, но и найти новые источники финансирования дорожного фонда. Дважды в год, весной и осенью, межведомственная комиссия проводит комплексное обследование дорожного полотна. Во время последнего было выявлено сразу несколько десятков разрушенных участков. Многие из них уже не в состоянии выдержать несущую массу большегрузных автомобилей. Участок автомобильной дороги от выезда из города Григориополя до границы с Дубосарским районом и даже до въезда в город Дубосары, село Дзержинское. Эта автомобильная дорога в принципе уже сегодня не выдерживает никаких нормативных нагрузок и требует срочного капитального ремонта. По предложенному проекту на восстановление всех участков дорог требуется около 43 миллионов 800 тысяч рублей. В эту же сумму войдут также затраты на приобретение ГСМ и песчано-солевой смеси для обеспечения нормального движения зимой. Мы сейчас уже должны готовить запасы битума, мы должны готовить запасы инертных материалов, для того, чтобы после отражения, скажем так, зимнего максимума, сразу готовить технику и материалы для работы на асфальтобетонных покрытиях. Одна из основных причин износа дорог – идущий по ним большегрузный транспорт. Госслужбе было предложено максимально ограничить перемещение таких фур путем установки весовых комплексов. На них будут проявлять массу автомобиля. Кроме того, предложено создать общие правила перевозки. В принципе, во всем мире существуют механизмы, скажем так, компенсации перевозчиками, собственниками таких грузов того вреда, который наносят такие транспортные средства дорогам. Могли бы возмещать и стать одним из источников дорожного фонда и направляться в первую очередь на ремонт и на восстановление тех разрушений, которые были причинены. Аналогичный закон уже успешно действует в России. Возможно, после согласования проекта Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта в Министерстве финансов он будет принят и в нашей республике. Александр Кожухарь, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. Владимир Григорьевич, в прошлом году в Бендерах завершился даже не капитальный ремонт, а вот строительство новой дороги от поста российских миротворцев при выезде на Кишинев до центра города. Помнится, что президент на пресс-конференции осенью говорил, что подобные проекты будут еще осуществляться в дальнейшем. Так ли это? Так. Единственное, что хотел бы уточнить, что все-таки тот объем работ, который проводился в Бендерах, попадает под категорию среднего ремонта. То есть это даже не капитальный ремонт, и тем более не строительство. Это средний ремонт. И в принципе, да, в этом году мы планируем продолжать, скажем, это направление. Государственной службой разработаны две программы такого локального характера. Эти программы, они, скажем так, на среднесрочную перспективу, а именно на 2014 и 2015 годы. Ресурсное их обеспечение, там, несколько источников финансирования. Одна из программ будет реализовываться в городе Рыбница. Это, скажем так, расширение улицы Пушкина. Это при въезде в город Рыбницу. Эти работы будут начаты уже в этом году, в текущем. И там же будут производиться работы по устранению просадки на путепроводе, который сегодня там есть. Приносит целый ряд неудобств всем автомобилистам, въезжающим в город Рыбницу. И вторая тоже крупная такая комплексная программа. Это будет реализовываться на дороге Кишинев-Брест-Одесса, конкретно на участке от поселка Первомайск до города Террасполя. Там планируется провести тоже целый ряд работ, в том числе со средним ремонтом и улучшением существующей поверхности, укреплением. И она тоже ориентирована на два года. Новшества в системе дорожного ремонта. В прошлом году в Террасполе, например, стали делать бетонные дороги вместо асфальта, и появилась вроде бы какая-то новая спецтехника. — Действительно, по переулку энергетиков Террасполя, скажем так, строил, это уже больше выходило за рамки среднего ремонта, дорогу с железобетонным покрытием. Железобетонное покрытие — это не новшество, скажем так, то есть цементобетон. Эта технология известна еще и в советское время. Есть соответствующие нормативные документы на средство таких дорог. — Нужно сказать, что этот опыт, он себя оправдал. Автомобилисты сегодня, которые пользуются услугами этой дороги, у них наилучшие отзывы. Но она не является альтернативой для городской уличной дорожной сети. — А спецтехника? — Спецтехника для строительства таких дорог не нужна. Используется классическая техника, которая есть. Но вместе с тем спецтехника была приобретена. Но это даже, может быть, не спецтехника, это новая техника. Это были приобретены как терраспольными, так и бендерами дорожные фрезы. Основная их задача, скажем так, это обеспечение, подготовка среднего ремонта городской, муниципальной дорожной сети. То есть, идет непосредственно снятие верхнего выравнивающего слоя. Мы таким образом уходим от ямочного ремонта. И сохраняем тот уровень бордюров, которые есть в городе. Не производим наслаивание вот этого пирога дорожного покрытия, который сегодня местами достигает до метра и более. И самое главное, что значительно сокращаем сроки и непосредственно стоимость квадратного метра среднего ремонта. Хорошо, спасибо. Вот мне режиссеру сообщают, что у нас осталось буквально минуты, чтобы обсудить. Я хотел бы задать вопрос, Василий Иванович, вам по программе водоснабжения сел, если можно кратенько сказать. Да, у нас 15 апреля 2011 года была утверждена государственная программа строительства, ремонта и реконструкции систем питьевого водоснабжения сел и поселков нашей республики. Данная программа успешно действует. С 2011 года на сегодняшний момент 83 миллиона рублей уже освоено, согласно данной программе. Мы проложили более 200 погонных метров сетей. Данная программа разрабатывается в целом по всей республике. Что предстоит в этом году? В этом году, учитывая ту ситуацию, что дефицит, не дефицит, а кредиторская задолженность по программе 2013 года состояла более 15 миллионов, поэтому нам пришлось откорректировать производственную программу на 2014 год. Программа у нас согласовывается непосредственно с главами госадминистрации, как городов. Также согласовывается непосредственно с главами сельских советов каждого села, где производится эта реконструкция. Мы, пытаясь охватить всю республику, непосредственно планируем в первую очередь те проблемные участки, где водоснабжения вообще не было, и где процент износа сетей водоснабжения составляет уже более 100%. То есть, по сути, будут работы вестись везде, но понемногу, да? Да, безусловно. Работы ведутся везде, но понемногу. Тем самым мы плавно обеспечиваем наших потребителей водоснабжением. Хорошо. Спасибо вам большое. На этом у нас все. Спасибо, что пришли. Нам, конечно, есть еще что обсудить, но сделаем это уже в следующих программах. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Надеюсь, у вас никаких аварий не случится ни дома, ни на дороге. Удачи вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok